Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз церковный календарь»! Сегодня среда, третья неделя Великого Поста, 30 марта по новому стилю или 17 по старому. Совершается литургия прежде священных даров. И сегодня мы творим память. Мученика 3 века Марина Кисарийского, преподобного Алексея Человека Божия, подвижника 4-го начала 5-го века, преподобного Макария Игумена Калязинского, чудотворца 15-го столетия, новомучеников, священномучеников Александра Поливанова и Виктора Киранова Пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, в духовном мире не бывает случайных совпадений. То, что кажется нам случайностью здесь, в мире невидимом всегда имеет свои причины и следствия. Буквально позавчера мы с вами говорили о священномученике Михаиле Богословском, почившем в заключении 28 марта 1940 года. У него был соузник, его бывший настоятель протеерей Виктор Киранов. Они следовали вместе, сперва по пути священнослужения, а потом и по пути мученичества. И даже дни памяти их находятся по соседству. Только вот отец Михаил скончался 28 марта 1940 года, а отец Виктор 30 марта 1942 года. Как видим, Господь не разлучает своих святых друзей даже в днях памяти. Итак, о священномученике Викторе Киранове. Он родился 8 марта 1881 года в селе Мануилов Кабердянского уезда Таврической губернии в семье священника Михаила Киранова. Его предки были болгарами. Спасаясь от турок, они приехали в Россию в 1830 году. Виктор Михайлович окончил Таврическую духовную семинарию и в 1903 году, избрав светскую карьеру, поступил в Юрьевский университет. Однако через год все же оставил университет и по назначению епископа Таврического Николая Зиорова стал служить псаломщиком в Свято-Троицком храме в селе Новопрокофьевка Бердянского уезда. Виктор Михайлович женился на дочери священника, девице Антонине, выпускница Симферопольского женского духовного училища. 30 октября 1905 года епископ Таврический Алексей Молчанов рукоположил Виктора Михайловича во священника к Покровской церкви села Большая Благовещенка Днепровского уезда. В 1906 году отец Виктор был назначен законоучителем в Нововасильевскую земскую школу. В начале 20-х годов он был возведен в Сан-Протоиере и назначен настоятелем Вознесенского собора в Бердянске. А после его закрытия в 1928 году настоятелем Покровской церкви и благочинным Бердянского округа. Покровская церковь в те годы была единственной православной в городе, и протоиерея Виктор дал в ней приют всем тем священникам, которые остались без приходов, но хотели служить Господу, в том числе и протоиерею Михаилу Богословскому. Он завел кассу для поддержки малоимущего духовенства, откуда регулярно выдавались небольшие суммы денег, что спасало от голода семьи преследуемого духовенства. Несколько раз в Бердянск приезжал архиепископ Днепропетровский Георгий Делиев, которому и отец Виктор ездил с докладами по делам благочиния. В 1936 году архиепископ Георгий был арестован и по малодушию оговорил собратьев епископов и подчиненное ему духовенство, показав о протоиерея Викторе и других священниках Бердянска, что все они были им завербованы для контрреволюционной деятельности. В 1936 году над Покровским храмом нависла угроза закрытия. Власти собирались его разрушить, чтобы из кирпича сложить здание школы. Священники, здесь служившие, протоиереи Виктор Киранов и Михаил Богословский и священник Александр Ильинков, решили по возможности воспротивиться этому. Обойдя дома верующих, они пригласили их на приходское собрание. Собрание состоялось после Божественной Литургии 8 января 1937 года, и пришло на него едва ли не 4000 человек. С протестами против закрытия выступили многие прихожане храма. Однако выступления верующих в защиту храма не помогли. Он вскоре после собрания был закрыт, а некоторое время спустя, летом 1937 года, священники Покровской церкви были арестованы и заключены в тюрьму в Бердянске. Отцу Виктору предъявили показания лжесвидетелей, в которых говорилось, будто он поручил им в день выборов отравить колодцы и выдал даже для этого яд. Один из лжесвидетелей даже показал, что священник приходил к нему в квартиру со шпионскими сообщениями, предназначенными для епископа Георгия Делиева. Ознакомив отца Виктора с лжесвидетельствами, начальник Бердянского НКВД потребовал, чтобы священник их подтвердил, но отец Виктор отказался. Отца Виктора беспощадно избили и стали допрашивать круглосуточно. Следователи сменялись, а подследственный безостановочно в течение 13 суток допрашивался. Перерыв в допросах был сделан всего один раз на 6 часов. Через месяц отец Виктор подписал против себя лжесвидетельство, и дело было отправлено на подпись прокурору. Однако тот нашел неудовлетворительным то, как велось дело, и неубедительным показания обвиняемого, и материалы следствия были отправлены в вышестоящую инстанцию, в Москву, откуда пришел ответ, чтобы во всем разбирались на месте. Снова начались допросы, во время которых были представлены лжесвидетельства, обвиняющие отца Виктора в антисоветской агитации. Собравшись с силами и увидев, какая беспощадно жестокая и коварная машина работает на уничтожение его личности и всех плодов веры, которые были собраны им за предыдущую жизнь, отец Виктор занял твердую позицию. Отказавшись от своей подписи под прошлыми протоколами допросов с выдвинутыми против него обвинениями, и решительно отверг все, в чем его продолжали обвинять. Опасаясь обмана и подлога со стороны следователя, он 7 марта 1939 года письменно отказался от первоначальных показаний, выбитых у него следователем, а затем в письменном виде заявил, что не признает себя виновным. Следствие было закончено. В ожидании приговора все обвиняемые были отправлены в тюрьму в город Запорожье. 29 октября 1939 года тройка НКВД приговорила протерея Виктора к 8 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, а отца Михаила Богословского – к 5. И они были отправлены в Новосибирскую область. Оттуда отец Виктор довольно много писал своим родственникам. Переписка эта очень трогательна и полна подробностей о нелегкой судьбе кадржников советского периода. Ее можно прочесть в полном житии святого. С началом Великой Отечественной войны положение заключенных резко ухудшилось. Многие стали умирать, оставшись без поддержки родных, которые сами в это время оказались в бедственном положении. Протерея Виктор Киранов скончался в Темняковском лагере через два года после отца Михаила Богословского, 30 марта 1942 года, и был погребен в безвестной могиле. Священномученище Викторе, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok